МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот такая сябры хорошая песня. У природы нет плохой погоды, нет дрянного надворья для моих подорожев. Я, конечно, немножко подрастроилась, когда вот это вот все увидела. Погода не шепча, но зато я, зато я тут неподалеку. Раз, два, ну так, это, собралась с духом и приволоклася. Написано, саухоз Скидель, очень к камень судовный стоит, 1940 года основания. А сейчас это в Скидельске, понимаете, что такая господарка знатно хорошая, такая она культурная, и люди такие працавитые, что я не могла. Даже такой погодой я сегодня зиму все-таки познакомлюсь. Первая коллективная сельгосподарка на мясцовых землях была створена в 1940 году. Коли у сельга сабарот были уведены былы япанские майонтки в везках Кашубинцы, Фянькова, Милькаушчина и майонток Антановича у Четвертинских у Скидели. Сгодно с постановой Белостоцкого об камне Коммунистичной партии Беларуси 21 студеня 1940 года об организации саугаса Белостоцкой в области было принято решение об организации саугаса Скидель, у яким мелася у сей площы земли 503 гектары, у темликуворной 330 гектаров, сенажатии 60 гектаров, саду 4 гектары и у сей необходной господарчая побудовы. Я так разумею, что при таком на дворе надо ускоряться, оно теплее будет. Ой, слушайте, мягенькое такое, даже пушистое. Сябры, я тут это, кружочек навернула по скиделю, головная, как говорится, достопримечательность по-русски, это вот сахкомбинат. Что там только нет, слушайте, такое монументальное, все красивое, сладенькое, наверное. Но я не туда, нашла я контору, сябры, сказали мне люди, идите направо-налево, направо-налево и знойдите, ось она. Даже написано пригожими такими золотыми буквочками. Открытое акционерное товариство, филиал скидельский агрокомбинат, понимаете, что. Их там, я же уже бывала у некоторых, мне так сподобалось, ну, говорят 5 штук там, сейчас уточним сколько. Уже, значит, штуки 2 или 3 я обошла, но напереде еще пару объектов умеется. Ну, пойдем. По-багатому еще, широко раскрывают шедеры. 31-го Снежнею 2021 года акционерное товариство означало 25 год з дня створения. В процессе шматгадовой реорганизации агрокомбинат объеднав у один технологичный ланцужок, сельско-господарчую вытворчасть, промысловую перепрацовку, реализацию продукции, став буйным агропромысловым объединением. Сегодня у шести районах Грудинской области працуют 9 филиалов. У 5 из яких основным видом деяностей з'является вытворча сельско-господарчей продукции. Вот я не знаю. Я когда вот бачу такие чудовные твари людей, у меня сердце наполняется радостью. Я бы вот еще могла каждому, каждому бы даже по два бусла выписала бы, даже по три, особенно мужчинам. Я еще тут такую отметность такую заважила. Тут млин таки, пригожен нарисованный, это знак. Если видеть такий знак, это значит агрокомбинат Аскидзийский. Доброго дня. Я сейчас к вам забегу, если можно. Можно договорились. Люди сговорчивые. У склада открытого акционерного товариства агрокомбинат Аскидзийский филиал Аскидзийский у Вайшоу в 2008 годе. Маючи свою отметную историю, так минавито на его базе в 1946 годе был организованный белорусский цукровый комбинат, который выходил в систему Министерства харчовой промысловости СССР с непосредным подпорядкованием Головному управлению цукровой промысловости. Основной задачей господарки в той час было забеспечение насением цукровых бураков и инших господарок. А так само пропаганда передовых приемов и методов вырошивания цукровых бураков на Грудинщине. Бегу-бегу не остановиться. Так, одно окно, правосоюзная жизнь, уголок похоронения труда, уголок пожарной безопасности, одни уголки. Доброго дня. А куда мне лучше, вот в диспетчерскую можно заглянуть, да? Слушай, чем говорят в диспетчерской, и сейчас работы море. Заходим. Ой, на себя. А что у вас тут, девочки, такое вот это вот, лабиринты какие-то даже интересные, бар-настойка. Добрый день, у хату. Света, кто из вас диспетчер? У нас два диспетчера, я ведущий диспетчер и дополнительный. Слушайте, первый раз вижу, чтобы два диспетчера было. Да, есть еще третий, у нас много работы, много обязанностей. А это очень много всего куда надо отправить, да? Слушайте, да, принимаем все отчеты со всех структурных подразделений, ведем путевки, обрабатываем путевки. Даем отчетность в район. Это какой-то компьютерный шифр у вас тут, понимаете? Нет, это отчетность по нашему молоку, да. А все остальное у нас в компьютере. Слушайте, навигация у нас. Тут по шесть нулей пишутся, миллионами, понимаете, что если так посчитать. Это наши надои, то, что нам коровки дают молоко, да. Все неосновным видом деятельности господарки з'является. Уживело гадоулі вытворчасть мяса и молока, у расленаводствия вытворчасть божа, цукровых бураков и рапсу. На территории господарки размещены 32 населенные пункты. Агульная земельная площадь филиалов – 8670 гектаров. У тымлекоу сельско-господарчих угодзів – 7 764 гектары. З их роли – 5593 гектары. Побач девчата мне обнаружилася дверца. Я говорю, девочки, а шо такое? Они говорят, планерочный кабинет. Я всяких видела, там посядженье в залы и шо-шот. Но планерочного, значит, тут еще планирують, планерки проходят. Я являю, все соберутся, гамонят, обсуждають, куда поехать, кого направить, шо жать, шо убрать, кого принять на работу, кого не принять. И так солидно директор сядить по голове и подписывая указы, приказы. Даже ручка имеется. До свидания, девочки. Напланировалася, или як-то даже выразиться, не знаю. Ой, ой, щабри. Главный бухгалтер. Свет моих очей, несравненная вы наша. Добрый день. Я тебе правильно розумію. Бухгалтер – это ж главный человек по части распустить гроши, правильно? Правильно. Ну, заработанные. А те, що не заработанные, распускать нельзя, правильно? Ну, те, що в перспективе. Ну, например, там, вот планируєте вы молока продать, уже планируєте, що будуть гроши, раз уже шо-небудь купили. Уже мы планируем, куда мы потратим. Уже планируєте, да? Я тоже планирую. Я ще не заробила, но вже планирую. У мене… Уже распланировано, да? Да, у мене уже все до копеечки, аккуратненько. Когда дело заходить про деньги, я не то чтобы волнуюсь, у мене даже давление поднимається. Уже, вот понимаете, уже, может, и 140 накапало. Вот про зарплату у кого запитаться? Это к вам или куда-то в другое место надо идти? Это к экономистам. А это к экономистам. На шильде написано «Главный экономист, плановый отдел». Правильно попало? Доброго дня! Ой, подождите, я боковую дам, потому что мало ли тут какие ценные документы. И шо, прям, ну, что-нибудь, потом отчитывайся. Если надо зарплату посчитать, я шас вам быстренько перекину. Тык-тык-тык-тык-тык. Добавить, отнять, шо, я аккуратно, я ваші сони так… А вы к нам устраивались на работу? Шо, нет? А уже надо, да? Да. Слушайте, хотела да помагши, безвозмездно. Даже зарплаты не просила. Говорят, иди устраивайся. Ну как, любой труд должен оплачиваться. А вы в этом смысле? Я думала, просто, может, без квалификации не допустят. А тут говорят, это понятно, да, мы с вами договоримся. По-першему, по верху еще, сябры, починаю восхождение. Ой, ой, мама дорогая, які пейзажи. Сябры, справа вот тем, шо у минулым же годзе у нас на Гродишине это дожинки были ускидили. Вот там фотография красивая была. Вот это, наверное, тоже оттуда. А это края виды. Все же чё у фотогалеры. Ага. Ой, и тут, сябры, люди, люди, техника. Чого здесь только нету. Так, ой, вы хорошие мои стоять. Ровненько у Гродочка, красиво. Працовники мои золотые. Дай вам Бог здоровья, честно скажу. У склад филиалов выходят семь живелогадочных объектов. З них одна молочно-товарная ферма, три молочно-товарные комплексы. Одна ферма, якая специализуется по выросшвании цялушек узнавления. Одна по дорожшвании молодняку, буйной рогатой живелы. И одна ферма по откорму бычков. Працуют три вытворчие отделения. Пять сборжа складов, один склад будматериалов, один склад запасных часток и три нафтопродуктов. И так само клуб, столовая, пиларама, столярный цех, три мехмайстерни и автогараж. Задовольнению моему немае, кажуть, конца и границы. На фоне этих кубков не то, что стоять, а даже посидеть приятно, понимаете, что все два и говорится в одном. Такая красотища, фон таки аккуратный. Сейчас подойду ближе, немножко разгляжу, что здесь имеется. И туристический слет, и первенство скиделя по мини-футболу, это спортивное досягнение. А я, что характерно, такое мало, где сустреншь. Вот в интеллектуальном конкурсе, здесь, ну, такой мозг, он со штангой стоит, понимаете, аж хорошо придумали. Можно, ну, годину стоять, выучать, глядеть. Ну, у чего ж, глядеть, а то глядеть, а потрогать и докрануться, это другое дело. Так, и фикусы хорошие, знатные, и еще красиво. Бегло-бегло, аж стопорнуло, понимаете, что... Ну, так крупно, вот, чтоб юристы, наверное, крупно, в смысле, хороший специалист, такими большими буквами написано. Ну, загаль, зайду, гляну, не планировала, но зайду. Это вы юристы? Нет, не юрист. А кто вы, главный зоотехник? Да вы шо? Ой, сёбры, подождите, что-то я очень удивлена, потому что я только хлопцев зоотехника увидела. Наверное, вообще в области вы одна такая, одна. Нет, в области не одна, но в районе одна из первых. Одна из первых. Слушайте, ну, это ж не женочая, как бы, профессия. Нет. А как вы справляетесь? С командой, хорошей командой. Нет, ну, я бы покемливая, если я, разумею, что-то зоотехник, значит, юрист вот шлева от меня, правильно? Правильно. Ой, ну, пойду прогуляюще. Скажите, у юриста в Скидельском вот этих договоров всяких, там… Достаточно, очень много, очень достаточно всего для того, чтобы с 8 до 5 уметь работать. Ага. И сейчас вот до 2, и то могу, могу себя обделить. По мне, правда, не видно, но я могу это сделать. Не видно-то по мне. Ага. По вам видно. Слушайте, дворы тут, конечно, но я от каждой, от дверочки до дверочки, как говорится, еще больше и больше набирающее и ведо у Праскидельское, и так, опыт жизненный, туки-туки, дозвольте укулиться. Нужны ли вам специалисты? И если нужны, то как какие? Конечно. У нашей организации працуют самые лепшие кадры. Люди, люди идут на працу у нас с великим задовольнением. У нашем коллективе, да, пануя за все, да, атмосфера взаимодопомоги, поваги один-да-одного. Да, где не кинуть. Да, працуют у нас на выдатные выники, кадры подбираем самое лепшее. Когда вы молодые специалисты, то с вас сделаем профессионалов в своем деле. А если молодые, пожалуйста. Пометим, означаем. Так что сердечно запрошаем до нас на працу. Ну, считаю, каждую дверочку заглянула по курсу приемная. Как говорится, ну, уже наприконцы завітала. Ось она, директор Александр Чаславович. Ну, заходим. Александр Чаславович, боже мой милый, нареште, слушайте, дайте я вас. Я ж марила, по белорусской звычке три раза. Я ж марила у Скидзиски попасть. Честное слово, ну, сколько я по подаркам езжу, столько я до вас хотела. Я шведы у вас досягнение в шмат. Про это многие кажут, и на дожинках я чула, и на огол. Шутки ходят по всему региону, Гродинскому. Расскажите, по чему вы первые? Вот это вот про травы мне очень интересно. В прошлом году мы заняли первое место по выходу корма единиц одного балла гектара. Это очень высокий показатель. По выходу это как? Это то, что мы произвели на нашей земельке кормильцы. Все, что мы произвели, переводится в кормовые единицы и делится на нас небогатое по благородию землю. И мы первые. У наискладальнейших умовах минулого года у филиале Скидиски собрали 21 055 тонн сбожжевых и зернебобовых культур с кукурузой у бункерной вазе. При уроджайности 89 центней роз гектара. А так само рапсу 1832 тонны. При уроджайности 45,8 центней роз гектара. Нарыхтовано 34 800 тонн кормовых одинок. Это позволило господарцы выйти на первое место в Грудинском районе по выходе кормовых одинок на 1 балл гектар. Щабры, знайшла я, разумеется, что знайшла я и удивилась. Потому что вот по выходу этих кормовых одинок, новый термин освоила я, и в 18-м, и в 19-м, и в 20-м году. Получается каждый год. Александр Штанович, это вы каждый год, получается, выигрываете. Ага, не сдаёте позиции. Не сдаем позиции. Не сдаёте позиции. Слушайте, вот столько молодёжи у вас. Откуда вы, как получается, что они до вас сюда приходят? Многие ж не просят, просят, а они не едут. Ну, во-первых, это город Скидель. Здесь развита инфраструктура. Всё на месте. Садики, школы, магазины, банки. До города 20 минут езды. Чего только нет. Это, во-первых, конечно, молодёжь здесь живёт и желает у нас работать. Во-вторых, ну, зарплата пусть не самая высокая, но сегодня 1150 рублей в среднем по хозяйству. Это и не самое малое в Скидзеле. Ну, и у нас весело, все работают дружно. Вот и результат. Александр Штанович, таки оказавший степлый человек, вот, как говорится, о головных своих досягнений так и не говоришь. Вот так скромненько стоять с правом тем, что каждый год организовывая прямая студотрады. Это студенческие и школьные, правильно? И поэтому дети, ну, подлетки 16-ти там, да, со скольки годов? Да, 16-ти. 16-ти. И они, значит, уже с малинства, с дятинства, с подросткового этого взрослого ведают, что можно прийти, працевать и копейку заработать, правильно? Так, скажу более, что в этом году, в марте месяце был и республиканский семинар. Кто такой у вас? Так, у нас, у нас хозяйство приезжали со всей республики, смотрели, где у нас трудятся молодежь. Это мы показывали склады зерновые, ну, и поля, которые еще тогда были пустые. Но, тем не менее, мы привлекаем молодежь для видовой работы на зерновых, на сахарной щеклы, где-то какие-то есть нюансы. Ну, и главное, это зерня, когда иди на склады. Там мне нужны людские руки. Я бы вышла из кабинета директора, гляжу, тут такой балкончик живописный. Правда, зашиворот капает немного, но я хочу вам расскажу. Тут так живописненько, мехмастерские. Это еще скидископ, понимаете? Вот эти поля, вот там ферма виднеется, краевиды. Он какой-то домик зелененький стоит, красивый, аккуратненький. Пойду полежу, что там. Погода до того, как говорится, ни туда, ни сюда, сюда же техника стоит. Ну, хоть помыя. Все, блин, на балконе стояла, домик где-то вот был рядом. Пришла сюда, найти не могу. Сейчас кого-нибудь запытаемся. Зелененький такой мужчина, доброго дня. Это мастерские? Да, это центральные мехмастерские, пляжи, скидископ. Пляжи, скидископ. Боже мой, капитан на палубе корабля. Вам еще белую рубашечку и вот это вот, аж сердце мое наполнилось радостью любую. Мужчина, спускайтесь к нам, мои объячья. Я вас ласково приму. Плывите ко мне, дологи мой. Рыковский Александр, который работает на его ар 870. Убирая от этого? Убирая с нас силов. Хороший специалист. Очень хороший специалист. Ну пойду лапку ему подам. Не зря ему доверили такую технику. Слушай, Александр, вот дождь и день никому не нравится. А вам то, что сегодня день простое, это как бы дополнительные выходные или как додатковые? Нет, рабочий день. Рабочий день. Ну вам больше в поле нравится, чего тут вот колупать? В поле. А, в смысле, кручить в поле, да? Романтика в поле. Чем на ремонте? Слушайте, сейчас, у кого не запытаюсь, все хлопцы, от чего любят свободу люди? И они вот готовы его ремонтировать ночью, чтобы днем ехать в поле. Ну, в поле воздух свежий. Все приятно в поле, чем тут в мастерской находиться на ремонте. Слушайте, опошнее питание. Зеленый домик. Я его видала, я любовалась на него. Очень хочу туда попасть. Як пройти мне? О, это надо ехать вам. А, надо ехать. Дождь. Я могу завести вас? Договорились, подкиньте. Подкинули меня, ну, мы же километров, вы знаете, и полтора, так это подвезли капитально. Вось он. Мой ты, мой ты пригожун, сдалек мне бачны. Нареште знайшла, и зверка отшиненная. Слушайте, Надя, я по-перше. Валентина. Верми, правильно познаймиться. Я же ваш зеленый домик из шест-конторы увидела. Я же тут не знаю, сколько километров она вернула, пока нашла, пока вот эти милые. Хорошо, это за мастерскими подвез. Что у вас тут такое? У нас комната приема пищи здесь существует. Когда зерно-сушильный комплекс работает, люди сюда приходят кушать, ну, помыться, постирать спецодежду свою можно. А, ну, это от мехмастерских? Ой, не смысл. От зерно-склада. От зерно-склада. От зерно-склада, да. А у мехмастерских? Отдельная. У них тоже есть все это. У них тоже есть. Покажите, что у вас. Пожалуйста, проходите. Я так разумею, это обеденная зона. Обеденная зона. Здесь у нас можно присесть, на какие стульчики, столик у нас. А полежать? Полежать нельзя. Не положено. Не положено, на работе есть, на работе. А что есть у вас там? У нас есть вот там еще стиралочка, в которой люди стирают свою спецодежду. До хаты можно носить? Душевые мужские и женские, где можно тоже ополоснуться. Супайте, ополоснулся, поел, постирался. И шастливый посыл до хаты. Доведалась про историю этой будинки. Зелененький домик. Это теперь фишечка моя такая. Значит, тут калисти столовая была, потом лаборатория была, потом вообще ничего не было, разумеется, что. А потом вы решили заработать для людей, как было, где прийти, отпочнуть. Все хорошо. Вот здесь место есть свободное, сюда нужен диванчик. Александр Вячеславович. Ну, поставьте бы людям, чтобы ноги там немножко, вот это, полчаса поел, полчаса полежал. И за довольнением на работу. Производительность труда увеличивается в 4 раза, по себе знаю. Я долей от скидилет, тем сильнее дождь, понимаете, что. Так усыпал аккуратно. Сейчас я под навесик, чтобы немножко. Слушайте, давно я такого не помню, чтобы такая вот, такое на двор я была. Нехорошее, нехорошее. Не, может для земли и хорошее, но для меня нехорошее. Так. Молочная ферма, заходим. Доброго дня в вашу хату. А что это вы меня уже под белые ручки, я не успела укулиться, вы меня, одеваться надо. Да, пробожные были. Ну давайте, и теплее заодно будет, я знаете, что мне немножко, давайте знайомиться. Надея. Дмитрий. А в кем працюете? Начальник комплекса. О, начальство пошло. Александра, ветврач. Один молодняк. Полина, ветврач. Ой, два ветврача и начальство. И я у белой, как называется? Накидцы. У белой накидцы. Компания. Ведут меня под белые ручки в святыню. Я правильно говорю. Ой, моя команда. Раз, два, три. Ой, средний возраст на фотографии, как говорится, 20 лет, понимаете, что, что там моих основной массы. Дозвольте запитаться, девочки сейчас на дойке, да? Да. А сколько они вас дают молочка? Литров 25, не сильно много, но для нас пока достаточно. Вот молодые, это я пригоджие, специалисты, что у вас працуют. Они нормальные, толковые? Толковые. Я отработала почти шесть лет. Этот руководитель у меня по счету седьмой, наверное, или восьмой. Ага. Но задержался. Но задержался. Мы довольны своим руководством. А поцеловече тогда людей? Да. Это основное? Очень, очень, очень довольна. Когда микроклимат хороший, и людям працуются вещалей, и девочки больше молока дают. Конечно, конечно. Почему взаимосвязано? Щабры. Интриги, сплетни расследования. Немножко из НТВ, понимаете, что справа от того, что это молодой, красивый, женатый на этой молодой пророжей. Понимаете, что это вы, скажите, ну, я как-то выражаюсь по-белорусскому нашим, так по-простому. Это вы здесь нюхались, а тут или уже приехали сюда? В университете познакомились, уже здесь вместе работаем. И тут сюда вместе. Слушайте, ну, а кто ухать, я ему есть, и робить, пока вы на работе. Вы в одну смену ходите? Стараемся успевать, поддерживаем друг друга, помогаем. Я только с дойки, я, в принципе, с молочком должна пахнуть. Вот я, наверное, наверное, чуя. Мое ты малое, мое ты золотое, моя ты ласточка. Ой, все, бра, что-то робится. Слушайте, белорусский рикша, можно сказать, только автоматизированный. Пока мой золотый тут что-то поинтереснее. Добрый день, оговорится. А что это за штукень такая? Тачка для кормов, механическая, электричная. Сел и поехал. Слушайте, электросамокат только с емкостью для этого. А что вы ей делаете? Подкидываете корма, да? Нет, мы привозим корма. До чего дошел прогресс? Я не перестаю издевляться. День, я приеду, еще некие новые штуки и штуки. Вот это тачка подвозить. Слушайте, я тоже себе в такой магазин, можно ездить на такой. Я гляжу, вы парковали мне уже этого коня, я просто поглядеть хотела. А вы говорите, что я могу еще и подкинуть, да? Да, конечно. А если сломаю? Ничего страшного. Ничего страшного. Александр Вячеславович, наверное, так не думает, что такие техники дорогие. Водитель, ас, машина, пуля. Грузимся. Девочки мои золотые, кушайте на здоровье. Ешьте сколько улезья. Слушайте, я бы так целый день каталась. Поберегись, поберегись. Аккуратненько, аккуратненько. Я ехала на Грагатинь, глядачу собралась. Честно слово, я куле Олимпийском. Поляньте, який молодой, чудовный коллектив. Честно скажу, вот такого молодняку, в смысле людей таких, вот как вы, я нигде не бачила. Ни у одной господарцы. Одна молодь. Дорогие мои, поспехов. Счастья, здоровья, сами не хворейте. Девочки, как не хворили, как все было аккуратно. И техника у вас, во, мне сподобалось. Девочек почухала, теляткам подкормила. Осталось, я извиняюсь, мужчина, добрый день. Я немножко просунусь. Ласточка моя, что вы грузите? О, мы поедем кормить наших работников. Ой, да я у цели, это столовая. Да, да, да. Срамовый здесь. Обеды на поля, с пылу, с жару, щабры. Уже, можно сказать, отправились. Ну, сейчас мы спросим, кто готовит, сколько и так далее. Двери прокрываем. Сейчас мы кормим два раза в день. У нас сейчас идет уборка трав. Ага, косяк-косяк. Да, поэтому в день 80 примерно обедов. И 30 ужинов. А сколько человек, вот как 100 человек накормить, сколько человек на кухне працуем? Пять человек. Пять человек. Да, четыре раздальщицы и один повар. Повар только один? Да. Я даже, от запаха у меня ноги подкосились. Моя вы золотая, это той самый повар, який 100 человек в день кормить одна. Ну, около. Около этого. Моя вы золотая, учим секрет. Як вы управляете? Так вкусно пахнет. Сейчас, подождите, проголону немного. Як вы управляете сейчас? Работаем, у нас коллег, все дружный. Я разумею, девчата вам допомогать. Может, надо вам чем-то помочь. У меня сам книжка даже есть. Я еще надо могу. Экипировалась еще, бры. Еще по санитарным нормам руки мыла два раза. Ага. На двор я, конечно, сегодня на строй крышку попсовала. Но до того момента, пока я не зашла на кухню. Тепленько, утульненько. Девчата такие щирые. Так усмехаются. Пахи стоять. Ой. Вы копчули, вы б тут сами попадали, честно слово. Рыбкой меня угостили. Оказалось, что, ну, шедевр кулинарный. А я даже таким надворьем, ну, не совсем летным, как я выражаюся, все ж таки пройду прогуляюся. Потому что на Скидзишине земля чудовная и люди пригожие. А по любому надворью все равно достается добрые вспоминания о сегодняшней встрече. Приезжайте сябры и вы. Редактор субтитров А.Семкин